вот вы видите облака которые идут над горизонтом обычно всегда когда облака под ними острова поэтому если видно скопление облаков значит вы находитесь рядом с островом ну что народ мы сейчас идем на таити идем под парусом вот этот остров который спереди находится это и есть 30 и прямо вот за парусом город папе это это столица французской полинезии особенностью французской полинезии является то что здесь большое количество яхт и большой трафик то есть вы постоянно встречаете какие-то лодки с которыми нужно расходиться единственное конечно плюс что встречаются они в основном днем и так как здесь небольшие расстояния люди пытаются ночами отдыхать и не ходить непонятно куда и непонятно зачем и днем приходится быть крайне внимательными потому что реально приходится периодически делать большое количество усилий сейчас мы подходим к пп это здесь раздуло потому что за островом идет небольшой wind acceleration зон и у нас где-то в районе 30 очки наверное нет наверное там где-то 25 дует особенность заходов по пп это это кстати большущий город в нем живет около 300 тысяч человек и по меркам французской полинезии это реально очень много поэтому здесь нужно соблюдать большое количество регламентов связанных с заходами в внутреннюю акваторию за рифом мы его пропустили он работу свою делает мы сейчас после него пойдем сейчас буду связываться с вышкой потому что это аэропорт контроль здесь взлетная полоса сейчас здесь занят потому что паром заходит а я сейчас как они поговорят в премией ты взлетная лопать который а я здесь потом премиум крем и так что это не живы что марино марино и марино что-то есть где-то берем что-то не так что-то где-то здесь давайте мы можем поговорить по-английному марино Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По всем правилам стоянки на якоре внутри Таити это абсолютно запрещено. Есть один якоринг, который находится вокруг аэропорта. Там не гоняют, но это последний островок свободы, где люди еще могут как-то находиться. Но проблема в том, что вы должны ехать на Тузике порядка 3,5 миль. А если вы видите немножко ветрено и такие чопи волны, то это крайне сложная задача, потому что вы будете просто как на Родео ехать, прыгая на Тузике. И это вообще здесь большая проблема. И у меня есть большое количество вопросов, стоит ли ходить сюда, потому что просто тупо негде стоять. И вы ничего не можете сделать. Вам нужно встать. В Марине мест нет, буев нет. И Марины ничего не бронируют заранее. Только по приходу, если есть свободное место, вы можете на него встать. И никак иначе. Короче, сказали, что можно идти. И когда мы проходим рановой и будем с другой стороны, перед тем, как заходить в Марину, надо будет с ним связаться. Но мы не факт, что будем заходить в Марину. Не факт. Ну, пройдем, посмотрим, что у них там. Когда мы проходим вдоль аэропорта, это достаточно простое занятие. Единственное, что в нашем случае достаточно большое количество ветра. И мы идем со скоростью около трех узлов, потому что нас просто тупо сдувает. По всем правилам стоянки на якоре внутри Таити, это абсолютно запрещено. Есть один якоринг, который находится вокруг аэропорта. Там не гоняют, но это последний островок свободы, где люди еще могут как-то находиться. Но проблема в том, что вы должны ехать на Тузике порядка трех с половиной миль. А если вы видите вот немножко ветрено и такие чопи волны, то это крайне сложная задача. Потому что вы будете просто как на Родео ехать, прыгая на Тузике. Это вообще здесь большая проблема. И у меня есть большое количество вопросов, стоит ли ходить сюда. Потому что просто тупо негде стоять. И вы ничего не можете сделать. У вас, вам нужно встать. В Марине мест нет, в Уёв нет. И Марины ничего не бронируют заранее. Только по приходу, если есть свободное место, вы можете на него встать. И никак иначе. Прикольно. Вот мы сейчас будем проходить якоринг возле аэропорта. Здесь большое количество лодок стоят. И в основном, я так понимаю, борются с лодками, которые бросают и уезжают. Так как здесь тоже есть буи, которые принадлежат Марине Тайна. Здесь частично лодки стоят на буях. Но есть небольшой уголочек, где вы можете встать на якорь. Вообще, конечно, это полное скотство. И у меня вызывает бурю отрицательных эмоций. Потому что во французскую Полинезию приходит большое количество людей на лодках. И просто нету никаких фасилитей. Забегая наперед, я вам расскажу. Это на многих островах так происходит. Марина Тайна, Марина Тайна. Селинвесел Мушу полин. Доверния, over. Добрый день, sir. Мы хотим спросить, у вас есть буря для 3 дня для 45 фитов моноход? Короче, мест в Марине нету. Сейчас будем искать, где встать. Так как-то хитро на якорь, чтобы... Короче, здесь есть такая тема, что вот это все, это буи. Здесь какой-то есть стихийный якоринг. Но они, типа, здесь ругаются и запрещают ставить лодки внутри этой экватории. Но сейчас будем смотреть, не знаю. Короче, стали мы возле Марины Тайна. Якоринг, который здесь, в принципе, запрещен. И что делать? Ну, куда-то нам надо стать. Я вообще не понимаю. Небуев нету в Марине, сказали. Мест нету в Марине, сказали. Короче, мы бросили якорь на запрещенном месте. Стоим вот так вот плотненько. Мы за каналом. То есть вот это вот впереди канал. Перед нами еще перед каналом стоит еще одна лодка. Ну, место, ну, вообще, мне не нравится. Просто такая, как, я не знаю, умиральная яма для старых лодок и какое-то место такое. Ну, блин. Мы здесь постоим пару дней, но я надеюсь, мы отсюда уйдем, потому что мне реально здесь не нравится. Теперь давайте я вам расскажу немножечко про Марину. В Марине есть возможность стоять на тузиках, и это никак не регламентируется. Я думаю, что это связано с тем, что рядом большое количество буйов на стоянке, буйовая стоянка, и с нее люди добираются в Марину, а буи принадлежат Марине Попеэте. Поэтому они просто не могут контролировать, запретили стоянку на якорях, и они считают, что на якоринге никого нет. Но, тем не менее, вы можете на тузике приехать в Марину. В самой Марине большое количество мест, но они все практически заняты, потому что люди оставляют свои лодки long-term, и когда это не сезон, то годовой контракт, и никаких вариантов нету, просто встать сюда. Есть dry dock, можно лодку вынуть, и оставить ее на берегу. Здесь вы видите, вот возле капитанарии, тузиковую стоянку. Здесь большая каша из лодок, и я решил, кстати, зайти в капитанарию, и лично задать вопрос, что делать, если стоять негде. Они сказали, что единственное место возле аэропорта, куда, ну, как бы, это нелегально, но это то место, где не трогают. Ну, то есть они сгребли всех яхтсменов и выгнали их куда-то подальше. Я тут в местной Лондри, а у них такая тема во французских от РМР, что очень часто, где Лондри, там бесплатный книгообмен, то есть ты туда что-то приносишь, что у тебя есть, берешь что-то, что тебе интересно, и в основном, конечно же, книги на французском, но есть несколько, как правило, всегда что-то есть на английском, и я там достала вот такую книгу, я понимаю, что уже не совсем актуально, но тут все птицы и животные с описаниями, с названиями, в общем, я такое люблю, буду листать и изучать. Мы сняли машину и решили проехать вокруг острова с погодой, нам не очень повезло, то есть небо было затянуто и все пасмурно, но тем не менее на машине это небольшая проблема, мы вначале думали взять в аренду скутер, но потом, за счет того, что периодически здесь идут дожди, и решили, что, наверное, машина будет оптимальна. Мы начали наше движение в сторону города Попеэте, в столицу французской Полинезии, и решили объехать весь остров по кругу и посмотреть, что интересного мы можем увидеть. Но на самом деле Таити один из самых неинтересных островов французской Полинезии. Сюда обычно люди приходят либо оставить лодки надолго, либо починить, потому что здесь есть и яхтенные магазины, и сервис, и в принципе здесь все достаточно хорошо развито, и можно все купить. Не знаю, как по мне, только за счет того, что нам нужно было починить в Анты, мы решили зайти на Таити, ну и в принципе посмотреть, закрыть вот эту галочку, что мы проехали по кругу и посмотрели на все достопримечательности острова. Ну, не знаю, то есть я, конечно, не считаю, что это было зря потраченное время, но в принципе около того. Дорога красивая, с правой стороны горы, с левой стороны море, его периодически видно, иногда вы заезжаете внутрь, и за счет того, что береговая линия, на ней находятся какие-то дома, резорты, парки, вы едете внутри, и вся наружная часть, которая близко к воде, от вас закрыта от панорамы. Но мы решили проехать на противоположную часть острова, посмотреть, что там, и решить, что нам понравится, вот как сейчас, например, вот эта великолепная дорога, красивая, пальмы, дороги, кстати, не очень хорошие, трафика не очень много, в общем, ездить здесь просто, движение правостороннее, все знаки присутствуют, потому что это французская Полинезия, то есть, один из самых развитых регионов, которые вы можете в Тихом океане посетить. Есть еще Новая Каледония, которая, в принципе, такая же, но там уже ближе к Австралии, там немножечко все-таки другой регион. Мы ехали сейчас в бухту, которая находится между островами, вернее, это один остров, просто бухта, которая практически разделяет Таити на две части. Ну что, братишка, обгадился? Да! Такая вот история. Стрял. Ну что, идемте, я вам покажу, как выглядит яхтенная умиральная яма. Да, тут лодок, конечно, много. Даже какая-то баржа, на которой люди живут, плавучая. Там тузик рядом подвешен. Сейчас мы находимся в точке, которая находится возле ботанического сада. Мы хотели навестить ботанический сад, потому что на Таити он очень красивый, но он был закрыт на реконструкцию и нам пришлось насладиться вот этой серостью и бухтой, которая находится рядом с ботаническим садом. В общем, совершенно неинтересно, хотя дорожка, которая ведет к ботаническому саду, очень красивая. Хочешь кокоса? Нет. А еще здесь Жарден Ботаник и он закрыт временно. Просто на какой-то ремонт или сервис, не знаю. Потому что мы в него не попадаем. мы уже сделали две трети круга и решили заехать в одно великолепное место. называется Watergarden Вайпахи. Это большой парк, такой а-ля ботанический. Его открыли недавно, несколько лет назад. Его площадь 1,2 гектара, три дорожки, которые где-то по полчаса. Ну и есть несколько трейлов, которые высоко идут в горы. мы по объективным причинам просто грязно и скользко решили туда не идти. Но сам парк великолепный. Так как по названию понятно, что Watergarden означает что-то построенное на воде, здесь очень большое количество растений, которые живут у воды. На самом деле сам парк был сделан и рассказывает легенду про то, как душа после смерти по верованию местных племен очищается через водопад и проходит в другой мир. Поэтому как бы идя по дорожке вы проходите тот путь, который проходит душа и попадает в мир иной. То есть речка, которая течет вот здесь и вы видели водопад, она играла очень большую религиозную роль среди племен на протяжении многих тысяч лет. И собственно основываясь на этой легенде был построен данный великолепный парк. Естественно парк современный, здесь очень хороший садовник, который очень внимательно следит за всем этим великолепием в парке. То есть большие деревья, которые растут из воды, кувшинки, в озерах вправо плавают крабы, какие-то птицы, которые охотятся за рыбой мелкой в водоемах. В общем здесь очень прикольный парк. И если вы планируете посетить Таити, то наверное это одно из мест, которые просто must have к посещению. А если вам повезет еще с хорошей погодой, то можно пойти на трейл и посмотреть на то, что вокруг немножечко с высоты. нам здесь понравилось. Единственное, конечно, погода, которая нас застала, было не очень хорошо, потому что постоянно шел дождь, так дождь гулять, сами понимаете. Далее мы находимся сейчас на побережье, который уже по прямой дороге к Марине Тайна, и это серфспот. Здесь поднимается большая волна, и сюда приезжают серферы покататься на серфах. Те, которые катаются получше, они катаются вот здесь левее, а те, которые похуже, вот вы сейчас видите, где, потому что там более песчаное дно, а с левой стороны серферы приезжают прямо на камни, хотя мы не видели, чтобы это было для кого-то какая-то опасность, потому что волны разбиваются раньше, но тем не менее, это такое местное развлечение, сюда приезжают не только туристы, а и аборигены, те, которые живут на Таити, просто там мопедики, машинчики приезжают и здесь занимаются серфингом. Мы приехали в город Попеэте, остановились поужинать и заодно посмотреть, что же здесь интересного происходит. Ну, это обычный город, в котором живет, как я уже раньше говорил, порядка 300 тысяч человек. Большая инфраструктура с барчиками, с ресторанчиками, с маркетом, очень много туристических аттрекшенов, потому что сюда приезжают и круизные корабли, и паромы отсюда отправляются по всем островам, и сюда съезжается большое количество туристов, поэтому Попеэте достаточно ухоженное место. также здесь большое количество магазинов с жемчугом, то есть, если вы хотите купить черный жемчуг, то как раз Попеэте наверное самый большой выбор, и удобнее всего это сделать здесь, хотя цены, конечно, если сравнить с атоллами, такими, как там Рангероа, то, конечно же, там будет значительно дешевле, здесь все-таки это туристическое место, надо понимать, но зато здесь можно купить более качественный жемчуг, если вы хотите, потому что в Европе он будет стоить порядка 800 долларов, а здесь можно купить за 150, то есть все равно здесь будет дешевле значительно, если сравнить с Европой, потому что черный жемчуг растет здесь, и больше практически нигде его нельзя получить. Далее, Марина Попе это расположено очень удобно прямо в центре города, и если вы хотите провести несколько дней посмотреть на Попе это, я бы в первую очередь рекомендовал вам именно Марину Попе это, потому что та Марина Тайна, в которую мы стали, она лучше для закупок всякого оборудования яхтенного, для ремонта, а мы туда шли собственно по делам, но если бы вот смотреть просто на город, то конечно же Марина Попе это лучше, но здесь также нету резервации, вот вы видите сейчас свободные места, но очень часто здесь свободных мест нет, и вы можете приехать, вам скажут до свидания, вы поедете в Марину Тайну, вам там естественно скажут тоже до свидания, и все, и у вас особых возможностей стоять нигде нету, то есть надо будет что-то придумывать и искать места в Марине, возле Марины Тайны, то есть я бы начинал именно так, Попе это, потом Тайна, но так, чтобы зайти в Попе это в первой половине дня, чтобы у вас было время на план Б, рядом с Мариной большой парк, парк великолепнейший, я когда был еще здесь в прошлый раз, я здесь проводил много времени, потому что я стоял именно в Марине Попе и очень удобный доступ собственно к городской инфраструктуре, да и просто выйти погулять, Марина Попе это подходит для этих целей значительно лучше. В парке большое количество памятников, которые мемориалы где-то взрывом на Атоллах, где-то там местной культуре Маори, и вообще весь парк сделан так, что везде стоят тики, парк построен вокруг культуры Маори. Пойдем, выпьем, пойдем. Так, народ, у нас есть очень хорошая новость, мы сейчас приехали на Таити, знаете зачем? У нас новый риг, две диагонали, которые сейчас встанут на мачту, это делается очень несложно, и после того, как мы установим, где-то через час приедут риггеры для того, чтобы настроить весь теншин у нас на лодке. Ну что, готовимся, и я ползу наверх. Этот готов, и вот сейчас мы его поставим, я покажу, как он ставится, это очень просто. Стоп! Да! все затянуто, болтик затянут, и сейчас я вот эту штуку внизу там накручу. ну все, Дина, поехали вниз. Вниз едем. Итак, у меня есть вот такой вот лубрикант. Эта штука специально сделана для того, чтобы мазать резьбы на тормбаклс, или толрепах. Короче, самое важное, чтобы потом они откручивались, это вот эту штуку нанести, размазать, и накрутить на нее тормбакл. К нам приехали риггеры, я вас сейчас познакомлю. Оказывается, мы уже знакомы еще с Сан-Мартена. Ребята, я хочу познакомиться к вам, которые помогают нам в риггинг. Борис и Жан-Кристоф. Жан-Кристоф, человек из Сан-Мартен, я его знал. Да. Сегодня они мне помогут в риггинг, и вы знаете историю с риггингом, так что мы будем наконец с нашим мастом. Спасибо. Давайте посмотрим. Если мы поставим его так, надо его поднимать с другой стороны, не? Нет. 140. 140. Хорошо, но мы должны иметь около 1,5 тысяч. Хорошо, так что это слегка, слегка, один за один. Да. Сначала. Так что сейчас он прям. Мастер. Хорошо. Хорошо. проблема была в том что на левую и правую сторону мачта была не настроена разбалансирована и на одну сторону было перетянуто больше чем на другую сейчас мы поставили одинаковый баланс на обе стороны и сейчас мачта ровная ты знаешь что у тебя была деформация мачты у металла есть память и твоя мачта была немного погнута когда лопнула ванта нижняя ванта на порт сайт мы добавили сейчас где-то 100 килограмм нагрузки на ту сторону которая прогнулась внутрь сейчас все в порядке за исключением этой маленькой детали но мы сделали выровняли эту проблему разной нагрузкой когда порвалась ванта мачта согнулась сейчас все ровно но мы немножко добавили нагрузки на одну сторону ну что народ вот нам сделали весь риг ребята сделали все очень хорошо очень профессионально они смотрели на то как это все там работает вместе с двух сторон аккуратненько сделали tension сказали что диагонали могут тянуться если что там потом сделать несколько оборотиков потому что они новые по ригу вроде все нормально заплатила за это 1200 долларов тысячу долларов за по 500 долларов за шраут и 200 долларов за работу по настройке они возились там больше двух часов поэтому мы с точки зрения рига теперь я надеюсь больше нервничать не будем фух этот этап мы выкашляли нервов было реально много я сейчас очень excited очень рад и у меня очень хорошее настроение с этим связано так что можете меня поздравлять перед выходом мы решили заехать на заправку залить топливо залить воды кстати забегая наперед скажу что воды на заправке не оказалось но в марине нам сказали куда подойти просто заправиться с пирса топливо стоит где-то доллар 60 за литр причем что бензин дизель лодки после того как мы залили мы решили идти на мурею потому что муреет то место где мы хотим постоять провести время потому что красиво таити это инфраструктура которая связана с яхтингом и для нас это то место которое мы посетили сделали свои дела ну и в общем всякая промуха вокруг уже понятно таити себя исчерпал короче друзья мы идем на мурею и будем там отдыхать во внутренний риф есть два захода один который возле аэропорта возле ппт то есть вы видели как я вам показывал как мы туда заходили и второй выход это чуть-чуть южнее марины тайны мы вот сейчас выходим как раз здесь большие широкие проходы поэтому время тайдом смотреть совершенно не обязательно но просто если будет заливать там два узла нужно будет быть готовым дать немножечко газку и лодки он у них рыбалка и очень а вы друзья не забываем подписываться на канал ставим лайк проверяем колокольчик и до встречи в следующем выпуске пока